Джеймс Джойс Джеймс Джойс Джеймс Джойс Джеймс Джойс Вот почему он написал такую книгу, вот почему его Печорин такой вот жестокий, вот так вот себя ведет, то есть он вот лишний человек, и что вот живи он в другую эпоху, в более благоприятную, то он бы проявил все свои лучшие качества, состоялся бы как художник, как личность, вообще реализовал бы свои самые-самые лучшие стороны своей души. И наверняка ни один учитель ни в одной школе не сказал другого, поэтому я чувствую обязан это сказать. Ведь Лермонтов написал действительно о самом себе, и параллель Печорин Лермонтову, даже не буду ее проводить, она очевидна, она лежит на поверхности. Так вот, такие люди были, есть и будут во все времена. Это люди, думающие не так, как думают другие, чувствующие не так, как чувствуют другие, видящие происходящее под каким-то своим собственным углом зрения, и в силу этого не вписывающиеся вот в ту атмосферу, в ту обстановку, в то общество, в котором они живут. И тут я сделаю акцент именно вот на этом, во все времена. И не надо тут приплетать обязательно царскую Россию, Николая Первого и прочее. Да, не сладко жилось в те времена, но поверьте мне, что если бы Лермонтов жил сегодня, то и сегодня бы ему жилось тоже не сладко. И тут уж раз я задел русскую литературу, то не могу удержаться, чтобы от Лермонтова не перейти к Достоевскому. Видите, начал с Джойса, а уже говорил вот о чем. У Достоевского был роман братья Карамазова, и там есть такая легенда «Великий инквизитор» или «Легенда о великом инквизиторе». И обычно, обычно эту легенду тоже трактуют достаточно однобоко. Если бы Иисус Христос явился сегодня на землю снова, то его бы снова распяли. Но это, собственно, то, что говорит великий инквизитор. То есть он прямо говорит, что не надо Христу являться, что вот иначе его распнут. То есть отсутствующий, он лучше, он приемлемее, поскольку можно ему приписать, что он думал, можно приписать, что он говорил, можно приписать массу-массу вещей. Я сейчас не буду говорить именно об Иисусе Христе, в конце концов родилась религия и прочее. Начал-то я с Лермонтова, начал с Печорина. И то же самое ведь здесь. И так можно взглянуть на это. А вообразите себе, что сегодня мир явился бы, ладно, не Иисус Христос, а явился бы Франц Кавка, или бы явился тот же самый Достоевский, или там Лорд Байрон. Ну, не буду перечислять слишком много имен. То есть людей, которые жили когда-то, которые что-то творили, что-то говорили, и которые были не поняты, не приняты обществом, отторгнуты этим обществом. И это общество, я просто уверен, что если бы сегодня Франц Кавка пришел в какое-то издательство, то в этом издательстве главный редактор повел бы себя точно так же, как повел Джон Эглингтон, который вернул рукопись Джойсу. И то же самое произошло бы с массой-массой других. То есть, оказывается, надо прожить вот жизнь, будучи непринятым, неоцененным, умереть, и только после этого тебе начнут петь дифирамбы, тебя начнут возносить там на постамент и прочее-прочее. Опять же, не хочу перечислять имен, я уверен, что каждый из вас назовет сам очень и очень многих. Ну, видите, какое у меня получилось серьезное отступление. Так вот, дело в том, перехожу теперь к Джеймсу Джойсу, что Улисс его, я забегаю вперед, но просто тут параллель такая у меня получается. Улисс, он закончил писать 29 октября 1921 года, но просто эту дату он поставил под своей рукописью, поэтому можно сегодня точно назвать день, когда это случилось. Но только в 1933 году суд в Соединенных Штатах разрешил публиковать эту книгу, а до этого она изымалась, арестовывалась или кто-то пытался ее печатать, поскольку она считалась нарушающей какие-то правила, да порнографией просто ее называли. То есть она, дескать, посягает на мораль и прочее, и прочее. Так вот, в 1933 году. А в Великобритании разрешили ее публиковать в 1936. Ну, могут мне сказать, Джойс жил в Ирландии. В Ирландии официального запрета не было. Но официального запрета не было только потому, что Джойс просто и не пытался ее издать в Ирландии. Он чудесно понимал, что ее не напечатают, а те экземпляры, которые завозили, вот скажем, из Америки или Британии, то их там аккуратно в Ирландии изымали. То есть там-то печатать Джойса начали еще намного-намного лет позже. А что касается российского, русскоязычного читателя, то Джойса начали переводить где-то в 30-е годы, и даже в 1936 году вышло что-то в журнале. Ну, там предисловие написал человек, который потом оказался врагом народа, ну, и с таким предисловием книгу, чтобы выдавали в библиотеках или продавали в магазинах, было исключено, и поэтому ее потом изъяли и из библиотек, и из магазинов. Поэтому сохранились какие-то единичные экземпляры. В полном виде Улиса мы с вами, читающие по-русски, получили только где-то в 1986 году, то есть в Перестройку и так далее. То есть, видите, до российского читателя эта книга шла еще дольше. То есть, возвращаясь к тому, о чем я сказал, надо умереть для того, чтобы признали величие того, что ты сделал. Но, ладно, не буду слишком задерживаться на этой минорной ноте и вернусь все-таки к Джойсу, к тому Джойсу, который пока еще не написал, Улиса. Главным героем, пока еще не написанной прозы, предполагается сам автор. Ну, помните, я приводил вам цитату из брата Джойса Станислава, где он об этом сказал, я сейчас просто напомню. И эти элементы автобиографичности Джойс понимает очень и очень своеобразно. Центральной фигурой предстояло стать не столько автору, как человеку, подобному там, другим людям, да, сколько автору-художнику. То есть, опять отсылаю к видео, где говорил о Бергмане, что в каждом человеке есть художник. Джойс приходит к этой же мысли, видите, Бергман потом ее оформит в какой-то рецепт своеобразный, а Джойс приходит к этой мысли до этого. Он в себе прозревает художника. И поэтому цель или содержание книги должно быть не рассказ о внешней жизни, ну, что происходит, куда пошел, что сказал, а акцент на внутренней жизни человека. Потому что только вот эта внутренняя жизнь и есть проявление то, и есть тот путь, вот именно там он должен быть проделан для того, чтобы человеку стать художником. И портрет души и духа художника должен вот раскрываться через эту жизнь. Эта автобиография должна подчиниться форме романа, но характер вот этой главной фигуры и ее отношения с окружающими должен быть предопределен. Писатель садится писать роман. Он знает, что он хочет сказать в конце, к чему он хочет прийти. И он там подбирает какие-то события, как-то их компонует и прочее. Так вот, у Джойса тоже этот финал предопределен. Но это не Анна Каренина, бросающаяся под поезд, или герой Кавки в процессе, которого в конце зарезают ножом. Нет. У Джойса в конце этот человек, этот герой, пройдя вот этот внутренний свой путь, должен стать художником. То есть в этом его предопределение. Но, и я сказал, что Джойс понимает это специфически. С одной стороны, он пишет действительно книгу о самом себе. С другой стороны, если сравнивать того Стивена или Джойса, какого он вывел на страницах этой книги, и Джойса реального, какого его знали в реальной жизни, там есть расхождение. Он был человеком достаточно уверенным, умел стоять на своем, умел постоять за себя, в драку ввязаться, там, все что угодно. Кулаки в ход пустить, все это он умел. А вот художник его, он обязательно одинок. Он всеми предаваем, он страждущий. Не то, чтобы Джойс всего этого не испытывал. Конечно, испытывал. Но, тем не менее, здесь пролегает вот такая демаркационная линия. Поэтому, когда мы будем говорить дальше, разбирая уже эту книгу, вы должны помнить. Тот герой, какого выведет Джойс на странице этой книги, героя Стивена, и Джойс настоящий, это все-таки не совсем одно и то же. Но вот эта страстность, это страждущий художник, это и в Джойсе было, и это он передаст своему Стивену Дедалу. И вот я уже который раз произношу Стивен Дедал, Стивен Дедал. А почему, собственно, Стивен Дедал? Откуда это взялось? Ну, я говорил, что Джойс в своей рецензии подписывал этим именем, подписывал первые рассказы из цикла «Дублинцы», потом стал подписывать своим настоящим именем. Но откуда взялся этот Стивен Дедал? Стивен – это от первомученика Стефана. Ну, если перебежать на русскую почву, российскую почву, то есть такое русское имя – Степан, тоже от этого Стефана. А мы уже говорили о том, что Джойс аккуратно, регулярно использует в своем творчестве христианскую атрибутику. Даже вот «Эпифания», само название этих произведений. Мы уже говорили об этом, что он учился в колледжах, изуиты его обучали. И, в общем, все, что связано с религией, он знал замечательно. Но он однажды провозгласил, что его религией является искусство. Тем не менее, религию он чудесно знал, знал священное писание, и поэтому весь этот материал активно-активно использует в своих вот произведениях. И вот отсюда имя – Стивен. Стивен – это от Стефана. А вот когда он переносит это в искусство, то тут возникает, или мы с вами вправе увидеть еще, и греческий след – Стефанос. Вот я вам пишу, как это выглядело по-гречески. И тогда это переводится как «венок», «венец», «корона», «диадема». Для Джойса это очень важно. Стивен – человек, который увенчан венком, славой, очевидно, поскольку венок, художник – это как-то сочетается. И именно поэтому Джойс выбирает это имя для своего героя. Сначала для псевдонима, а потом для своего героя. Но мы обратили внимание, мы видим, что Стивен еще, ко всему прочему, и дедал. И здесь уже будет чисто греческое. Есть латинский вариант дедала – дедалус. Но с греческого, ну давайте опять приведу на своей доске дедалус, греческого, вот как это выглядит, как это пишется по-гречески, на латыни – это персонаж древнегреческой мифологии. Выдающийся художник и инженер считался изобретателем разных инструментов, а также строителем Кносского лабиринта на острове Крит. И все это годится, все это подходит, все это нужно Джойсу, художнику, выдающийся художник, инженер. Ну, почему инженер? Ну, потому что построил этот свой Кносский лабиринт. Помните, нити риадные и прочее. Я сейчас не буду напоминать этот миф, но тем не менее миф гласит, что именно дедалл построил этот лабиринт. Ну, конечно, это инженерный талант для этого нужно было иметь. То есть это хитроумный искусник, создатель всяких возносящих ввысь крыльев. Дедалл еще и летал, насколько вы помните. Но еще один момент очень важный, что творил-то этот дедалл на чужбине, а Джойс, пока он еще остается в Дублине, помните, 904 год же я затронул, он приехал в Дублин, то все-таки он рвется на чужбину. Вы помните, он все время об этом говорил, что он должен покинуть Ирландию. Покинуть, потому что она сковывает его и так далее, и так далее. То есть он должен творить на чужбине. И дедалл, который творил на чужбине, подходит тоже. Ну, это имя. А вот что касается самого романа, и об этом я уже тоже приводил цитату, когда вам цитировал Станислава, что этот роман еще должен быть сатиричен. И вот именно вот эта вот сатиричность и сочетается в этом имени. Я уже говорил об этом, сейчас повторюсь. То есть оказывается, что это имя, Тивен Дедалл, возникает, так как я вам рассказал, а героем Стивен становится с одной стороны, что должен пройти невероятно трудный путь, и тогда слово «герой» будет оправдано, поскольку путь этот труден. А с другой стороны, и насмешка над этим. Какой же Стивен герой? Потому что то, как показывает нам его Джойс, со всеми сатирическими там преамбулами и прочим, он вызывает вот такое вот ощущение. И вытекает этот роман из портрета художника, о котором мы тоже с вами говорили. Из портрета художника, написанного вот таким вот автоматическим письмом, что ли, как я вам сказал, но потом Джойс начинает его расшифровывать, расшифровывать, и превращает вот в такой огромный объемистый том. И тут, подбираясь к финалу нашего разговора, я должен сказать еще несколько вещей. Когда мы разбирали цикл «Дублинцы», то вы помните, я вам говорил о том, что работая над «Дублинцами», Джойс постепенно, постепенно приходит к мысли, что это должен быть не просто цикл, не просто какая-то вереница рассказов, такой рассказ, такой, такой. Нет, они должны как бы срастись в одно целое. И мы там с вами говорили о уроборосе, говорили о том, что все это замыкается в кольцо, говорили о самых разных вещах. То есть, чем ближе к концу «Дублинцев», я имею в виду цикла, тем больше Джойс склоняется к мысли о том, что он должен написать большую вещь. Там же, помнится, я вам сказал, что он задумал написать 16-й рассказ и даже назвал его «Улис» и попытался писать, но бросил, понял, что это уже будет не рассказ, а что-то другое. А параллельно он пишет вот этого самого своего героя Стивена. Роман, который он не допишет. И не допишет по самым-самым разным причинам. Но давайте текст, непосредственно текст этой книги, разбор этого текста мы давайте отсложим до следующего раза, потому что в это самое время, в этот самый приезд в Дублин произошло еще одно событие. А событие, о котором я вам рассказывал в другом видео, он встречает Нору, девушку, женщину, которая становится его судьбой, с которой у него возникает семья, появляются дети, с которой он бежит из Дублина и прочее. Ну, не буду сейчас всего этого рассказывать, потому что обо всем этом уже говорилось, но все это наложит еще один отпечаток на ту книгу, которую он пишет. Все. Итак, в следующем видео мы переходим к тексту героя Стивена, и сейчас я на этом заканчиваю свой рассказ и прощаюсь с вами до следующей встречи. До свидания. Продолжение следует...